МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главные темы сегодня. Почему рушится памятник в программе мнения касимовцев о том, как сберегается архитектурное наследие в их городе? Взялся за старое. Рязанские полицейские накрыли подпольную точку по торговле фальшивым алкоголем. Накрыли не впервые. Русь, куда там чишься? Дорожные инспекторы региона подвели итоги трех кварталов. А теперь обо всем подробнее. Так что же там случилось в Касимове? Скандал с разрушением памятника федерального значения продолжает развиваться. Речь идет о городских торговых рядах. В минувший вторник стена одного из строений взяла, да и обвалилась. Хотя еще в мае касимовцы пытались привлечь внимание к проблеме здания. Были фото в соцсетях, были обращения во власть. Теперь появилась информация, что около шести лет назад на реставрационные работы выделялось почти 30 миллионов рублей. Однако стена рухнула все равно. Из Касимова репортаж Оксаны Тебенихиной. На прошлой неделе в Касимове произошло настоящее ЧП. Один из самых известных федеральных памятников архитектуры в нашей области, да и в стране, лишился стены. Так называемые торговые ряды или каменные корпуса, веками украшавшие центр города, остались без своего старшего брата. А больше всего поразило то, что многие жители Касимова впервые услышали о произошедшем от нашей съемочной группы. Так может и местные власти также еще не в курсе событий? Где-то я ничего не знаю, если по этому поводу она пушилась. Я еще не видела, какой каменный корпус, во-первых. Не знаем ничего. Каждый четверг и воскресенье в Касимове на площади Соборной проходит рынок. Это значит, что каждый корпус окружен десятками торговых палаток. Можно сказать, еще повезло, что обошлось без жертв. Рядом с рухнувшим корпусом располагается несколько школ, храм и музей. Страшно представить, что инцидент мог бы иметь еще более плачевные последствия. А ведь совсем недавно в здании располагались торговые залы. Наверное, стоит лишь радоваться, что у предпринимателей в какой-то момент не срослось. И внутри не оказалось ни людей, ни товара. Кроме того, те же самые школьники часто проводили время на полузаброшенном памятнике. Опять же, повезло. Сразу же после происшествия та территория, на которую упала большая часть кирпичей и другого строительного материала, была тут же огорожена. Это нас очень радует, но смущает нас совершенно другая деталь. Стоит подняться по лесенке на крылечко и, пожалуйста, проход открыт. Здесь, именно на этом разрушенном корпусе, любой представитель Касимовской молодежи может завершить свой прекрасный вечер. Уже год назад было прекрасно видно, что зданию долго не стоять. Стена угрожающе нависла над узким проходом. Так почему же ей дали упасть неслыханный случай халатности, помноженный на Касимовский начальственный авось? Наверное, надо было раньше делать ее. Наши, как бы, мэр наш только себе, наверное, в карман вложит, я так понимаю. Реставрировать вещи надо вовремя. Я считаю, что это очень ужасно. И что надо в свое время делать ремонт в городе. А если говорить о том, что это здание является памятником? Вот именно. Вот именно. Поэтому на это надо еще больше внимания обращать. Пострадать люди могли. Следить надо было. Вот все, в принципе. И дайте Бог, чтобы у нас ничто не рушилось, а только созидалось. Нам оставили великое наследие. Будь то Рязань, Касимов, Клепики или Шилова – неважно. Везде, в каждом городе нашего региона и России в целом есть свои, оставленные зодчими архитектурные драгоценности и украшения. И именно сегодня, при нынешних районных начальниках, мы начали их терять. Вот такая она страна. Ну, сами знаете, кого. В свою очередь, рязанские полицейские разблачают преступников на алкогольном поприще. И разблачают весьма успешно. Пришло очередное сообщение о закрытии точки реализации нелегального алкоголя. Оперативники установили, что в одном из гаражей поселка Строитель торгует фальсифицированными крепкими напитками. Спрос был наверняка немалым, поскольку водка, например, шла у так называемого предпринимателя от 40 рублей за бутылку. А вот доморощенный элитный алкоголь, например, коньяк и текила, стоили рублей 150. На дне осадок, этикетки кривые, акцизные марки подозрительные. В общем, пить очень вредно, на стол поставить очень стыдно. В целом, уделяя оперативники, изъяли 100 ящиков спиртного. Из них треть – так называемые элитные бренды. Немногим позже полицейские выяснили, что нелегальный спиртонос уже имел дело с полицией и привлекался по уголовному делу за использование поддельных акцизных марок. Несколько десятков ящиков поддельного алкоголя из этого гаража уже изымали. И вот снова здорово. Девять месяцев года просчитали и рязанские дорожные инспекторы. Три квартала принесли малоутешительных известий. Только из-за так называемых гонщиков погибли сто с лишним человек. Травмам получило в десятеро раз больше людей. Больше стали выезжать навстречу. Пьяные водители в этом году уже погубили 20 человек. Более 260 получили травмы или стали инвалидами. Далее подробности. Проблема дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов, по словам сотрудников областной госавтоинспекции, стоит довольно остро. Причем, по статистике, каждый четвертый наезд происходит на регулируемом пешеходном переходе. В текущем году погибли три пешехода на пешеходных переходах и 106 получили различные травмы. Количество наездов на пешеходных переходах увеличилось на 72% по сравнению с прошлым годом. Еще хуже ситуация состоит с детским травматизмом. В областном центре каждый второй наезд на ребенка происходит на пешеходном переходе. В результате с начала года погиб один ребенок и 24 получили травмы различной степени тяжести. Ситуация складывается таким образом, что виноваты во многих случаях водители, конечно же, но и пешеходам также нужно, скажем так, соблюдать меры предосторожности при переходе дороги. Потому что, к сожалению, пешеходы забывают, что на пешеходном переходе, прежде чем выйти на пешеходный переход, человек должен убедиться в своей безопасности. Рязанские дорожные полицейские обращают внимание, что в подобных ДТП виновниками могут быть и сами пешеходы. Отнюдь не все горожане при переходе через автодорогу соблюдают меры предосторожности. Сотрудники госавтоинспекции также советуют пешеходам, особенно в темное время суток, прикреплять на свою одежду светоотражающие наклейки. Между тем, федеральные источники дают более позитивные цифры. Есть информация, что в России за 9 месяцев этого года общее количество автоаварий снизилось. К сведению, погибло на российских дорогах почти 19 тысяч. Это 7-процентное снижение по сравнению с прошлым годом. Стало меньше раненых, однако вырос процент тяжких последствий от аварии. Также статистика утверждает, снизилось число аварий в таких традиционно опасных регионах, как Москва и Санкт-Петербург. А происходит это потому, как говорят эксперты, что в России ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения. То есть наши водители наконец-то начали считать, во сколько им обойдется лихачество, во сколько денег, а то и лет заключения. Так что посуровевшие правила уже спасли немало жизней. И только ради этого их стоило принимать, не так ли? А вот из-за плохих дорог число автоаварий все растет. Больше пяти тысяч погибших. Плохие данные, что и говорить. Теперь на другие темы. В Рязанском государственном агротехнологическом университете состоялась встреча со студентами известного, если не сказать знаменитого специалиста по тоталитарным сектам, Александра Дворкина. Для сведения, Александру Леонидовичу 58 лет. Если верить интернету, у него двойное гражданство России из Соединенных Штатов Америки. Он известен в мире как православный следователь современного сектанства, писатель, богослов, общественный деятель. Именно с Дворкиным связано распространение термина «тоталитарная секта». У встречи с ведущим экспертом по сектам рассказывает Оксана Тебенихина. Александр Дворкин отвечал на вопросы студентов, а также делился результатами своих исследований. Мормоны, свидетели Иеговы, саентологи, анастасийцы, кришнаиты, виссарионовцы. Вот только что говорили о секте Ульгиаса, Уляк, пострадавшие обращались. Есть и такая псевдоправославная секта. Такая секта, как Амвей, которая действует как организация пирамидальной многоуровневого маркетинга. Но все признаки тоталитарной секты у нее есть. Есть всевозможные психокульты, такие, как, скажем, это секты, которые действуют под видом тренингов и семинаров личностного роста. Например, Синтон Козлова. Если, по-моему, в Рязани, в Рязани он есть. Потом форум бывший Эст. Лайф Спринг, он же Аватар и так далее. То есть это вот несколько, ну, те, которые первые приходят на ум, ну, естественно, сект намного больше, и всех перечислить невозможно. Дворкин рассказывал о технике вербовки в секты и способах выхода из них. Цель его визита, по словам самого эксперта, донести как можно больше правдивой информации до людей. Может, мы и не замечаем, но подобные явления окружают нас, они сплошь и рядом. И для того, чтобы не попасть в цепкие лапы сектантов, необходимо регулярно проводить различные ознакомительные и профилактические работы. Прежде всего, конечно, с молодежью. На сегодня все. Хорошего всем вечера и до встречи завтра, как обычно в программе «Время говорить». Всего доброго. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин